В современном мире, как показывает практика, люди берут больше информации, в основном это из социальных сетей, то есть из интернета. И активно работа ведется это в телеграм-каналах, ну и других там в WhatsApp-сообществах. А есть такие радикальные там псевдоученые, может быть, которые проживают где-то там за границей, и оттуда они ведут свои проповеди. Многие эти проповедники обладают очень хорошей харизмой, они являются очень, на самом деле, хорошими психологами. Они могут работать с людьми любой национальности. Проповедник никогда сразу его не призовет к джихаду, к войне или еще почему-то, а все это постепенно, постепенно. Сначала этот человек увлекается этой идеологией. Молодые ребята, которые были осуждены при попытке выезда в Сирию, или же побывавшие, которые вернулись по программе «Жосан», и потом по их рассказам мы понимаем, что очень сильно на них повлияло именно проповеди тех проповедников, которые живут не на территории Казахстана. К сожалению, молодые ребята, они зачастую не знают, какая проповедь правильная, какая проповедь неправильная. То есть, относятся это к деструктивным течениям или не относятся, они не могут отличить. Право нашего достопочтенного хадиса Мухаммада, который говорил о том, что в исламе будет течений больше, чем в христианстве, больше, чем в иудаизме. И это уже нам большой сигнал, что нужно опасаться, что нужно как бы стремиться защитить свою молодежь, свое население.